Он также был первым, кто назвал Вселенную космосом по причине ее упорядочности. По его учению, основополагающие принципы мироздания можно также выразить математикой. Вселенная шарообразная, состоит из десяти небесных сфер. В центре Вселенной расположен огонь, называемый Стражем Зерса. Вокруг него вращаются все сферы, включая и Землю. Каждая сфера, поскольку она определена числом, издает свойственный только ей звук. В результате космос представляет собой гармоничный хор. По учению Пифагора, Бог — это число чисел. Это единый Бог, включающий в себя все. Бог проявляется как закон, и сам есть закон. А принятие этого закона — клятва послушания закону. Пифагорейцы, давая клятву, были убеждены, что они служат священному закону. Пифагор вслед за орфиками верил в переселение душ. Другая сторона учения Пифагора говорит об эволюции как едином законе для всего. Бессмертная душа человека, следуя этому закону, переходит из одного тела в другое. Она набирает необходимый опыт и познает мир. Дальнейшее развитие учения было связано с разведчиком Пифагорейского союза. Тихо, Галески.